12 месяцев для чтения. Так называется новый проект Апатийских библиотек, цель которого широко представить жанровую литературу и привлечь горожан в мир книг. Целый год, каждый месяц библиотекари будут максимально раскрывать ту или иную часть своих фондов, организуя выставки, представляя новые книги и авторов, предлагая литературные мероприятия в рамках того или иного жанра. Суть акции привлечь внимание, зажечь читателя, чтобы он пришел, увидел, взял книгу и рассказал о ней другим, чтобы другие тоже пришли по цепочке. Январь объявлен месяцем фантастики. В Центральной библиотеке на Пушкино-4 при входе на абонемент – книжный развал. Здесь каждый найдет чтиво по душе. От фантастики научной, исторической, социальной до фэнтези. Есть и Головачок, есть и Макс Фрай, есть и Джордж Мартин. Все в апреле ждут последнюю серию его фильмов. Вот у нас такая толстая, но есть Джордж Мартин, но не в одном экземпляре. Это «Игра престолов», я так понимаю. Да, 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 все правильно. Мы можем представить вам и несколько таких авторов, которые, может быть, широкой такой публике неизвестны, как фантасты. Ну вот, например, и Галина, и Дмитрий Быков, например. Да, вот тоже фантаст, социальный фантаст. Отдельно расположились новинки последних лет. Терри Пратчета, Анжиа Сапковского. Или, например, все пять книг серии «Дарители» Екатерины Соболь. Любишь фантастику? Расскажи о любимом произведении другим читателям. Вам в помощь специальный стенд. Здесь же читатели наши имеют возможность посоветовать, порекомендовать книги фантастические, те, которые нравятся им, и они хотели бы, чтобы их прочитали другие. Здесь и Стругацки, и Беляев, и Быков. Звучит здесь и «Облачный атлас». Незабытые юные читатели. Для школьников в библиотеке Надзержинского 53 есть где развернуться. Интеллектуально, естественно. Тут и любимый Гарри Поттер, и Зерцалия Евгения Гоглоева, и Часадей Натальи Щербы. Приходи и читай. А завершится этот цикл встречи с Николаем Чапуриным, писателем-фантастом из Кировска. Она состоится 28 января в 16 часов в Центральной библиотеке. Землякам Николай представит свою новую книгу.